здравствуйте уважаемые учащиеся сегодня мы продолжаем говорить об исполнителях напоминаю исполнитель это одна из систем образующих понятия информатики и мы с вами поговорили об исполнителях автоматах которые используются в различных заданиях и вот теперь исполнитель который имеет такое животное происхождение исполнитель черепаха этот исполнитель на самом деле имеет очень большую историю в том плане что когда-то он помог решить проблему обучения компьютерной грамотности населения америки вот когда персональные компьютеры пришли в дома надо было массово получать научить людей работать на них как это сделать быстрее ну во-первых заставить людей купить эти персональные компьютеры я имею ввиду не те которые по жизни должны были заниматься тем что работать на компьютерах там научные работники там я не знаю люди которые работают средствах массовой информации корреспондента на компьютер уж явно с текстом работать удобнее вообще вообще все вот любит любые люди которые там домохозяйки я не знаю рабочие вот чтобы экономически продавить эту ситуацию доказать людям что это очень удобно иметь дома компьютер решили сделать так во первых очень большое количество компьютеров фирма apple отдала в школы америке во вторых надо было на этих персональных компьютеров учителей детей работать поскольку придумать тогда но адекватных заданий которые позволяют осваивать компьютер ну не удалось это сделать решено было так то есть программисты как всегда они впереди они сказали вместе психологами разработали исполнителя который назывался черепаха очень милый исполнитель который ходил по полю мог рисовать какие-то геометрические фигуры и одновременно дети учились программированию одновременно это было какой-то по педестикой геометрии серьезно развивала мозги более того ну и конечно же чтобы дети могли эту программу написать запустить нужно было научиться выполнять элементарные операции операции функционала оператора персонального компьютера то есть загрузить компьютер воспользоваться текстовым редактором сохранить программу запустить ее на выполнение посмотреть результаты сохранить каком-то каталоге создать этот каталог и так далее то есть вот те вещи которые нам сейчас кажутся вот просто какими-то элементарными вещами они у нас сейчас находятся на уровне функциональной грамотности а вот это нужно было вот эту проблему нужно было решать ребят это было не в начале 20 века это было в семидесятые годы 20 века когда появились персональные компьютеры даже в конце семидесятых годов 20 века то есть совсем совсем недавно задача была решена в короткие сроки и более того были побочные эффекты очень приятные побочные эффекты дело в том что в американской школе принято детей с какими-то отклонениями учить в обычной школе вот у нас нашу школу сейчас только это приходит это так называемая инклюзия а вот в американской школе это было всегда и вот те дети которые имели некоторые умственные отклонения беда такая случилась при рождении с ними что-то такое было не так они благодаря вот этой программе и работе с персональным компьютером среде этой программы они вот каким-то образом стали показывать интеллектуальный рост они стали приближаться к обычным детям этот феномен стали изучать психологи и вот решили что управлять каким-то исполнителем как роботом роботов таких не было чтобы ребенок мог работать вот сейчас куча создана роботов с которыми дети могут работать достаточно маленькие дети могут работать программно ими управлять тогда этого не было и вот такой даже виртуальный робот который присутствовал на экране компьютер он способствовал этой работе ну недаром исполнителем занимались программисты вместе с психологами вот исполнитель назывался logo writer потом появились целые лога мир и которых можно было работать и вот теперь видимо у нас российские варианты этой программы тоже есть комплексе кумир есть разделы исполнителей там вот среди этих разделов есть исполнитель черепаха ну и вот как видим отдавая дань этого с прошлого года у нас т.е.г. появилось задание посвященное этому исполнителю вот где моя версия у нас задание выглядит следующим образом то есть исполнитель черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат в начальный момент черепаха находится в начале координат ее голова направлена вдоль положительного направления оси ординат хост опущен при опущенном хвосте черепаха оставляет на поле след в виде линии каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения у исполнителя существует две команды. Вперед N, где N целое число, вызывающее продвижение черепахи на N единиц в том направлении, куда указывает ее голова. И направо M, где N целое число, вызывающее изменение направления движения на M градусов по часовой стрелке. Есть цикл. Цикл с параметром. То есть выглядит он так. Повтори K. И в квадратных скобочках записываются команды, которые себя представляют тело цикла. И вот они K раз повторяются. Само задание. Черепахе был дан для исполнения вот следующий алгоритм. Повтори 7. Вперед 10, направо 120. Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области ограниченной линии, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует. Первое, что напрашивается, как решать эту задачу, взять листочек бумаги, желательно клетчатой бумаги, взять какой-нибудь масштаб, что, например, одна клетка это 10 черепашьих шагов. И вот нарисовать ту фигуру, которая черепаха здесь вот изобразит. Ну вот, вот она здесь у меня нарисована, эта фигура. Сейчас давайте посмотрим, почему она получается именно такая. Ну, понятно, что можно взять транспортир и честно ее нарисовать. И у вас получится именно такая фигура. Но вот видите, у нас в программе, вот здесь в программе у нас поворот направо на 120 градусов. Здесь мы визуально видим, что это равносторонний треугольник. И у равностороннего треугольника у нас есть все углы по 60 градусов. Где же этот самый угол в 120 градусов? А этот угол у нас... Это внешний угол. То есть, вот этот угол, вот этот черепаха вот у нас идет вверх. Сначала идет вверх. И вот в этом направлении он останавливается в этой точке. И вот наш уголочек в 120 градусов, это вот этот внешний угол. Точно так же вот здесь угол в 120 градусов. Вот он, 120 градусов. Ну, и последний угол у нас тоже внешний. Это вот этот угол в 120 градусов. Вообще, на самом деле, кто, может быть, занимался там в каком-то компьютерном кружке, то, возможно, мы с таким исполнителем работали и вам объяснили, что вообще-то рисуя такие фигуры, черепаха будет получать замкнутую фигуру. И если у нас при... Ну, и в результате вот рисования этой замкнутой фигуры черепаха возвращается ведь в ту же самую точку, вот она начинает работать с этой точки, да, вот с этой точки она начинает работать, в эту же точку она вернется. То есть, по сути дела, черепаха описывает полную окружность, то есть, поворот в 360 градусов. Так вот, если вы смотрите на программу, и если вы 360 делите на угол поворота, и у вас получается целое число, значит, у вас рисуется правильный многоугольник. Теперь надо понять, а какой это многоугольник? 360 делим на 120, получается треугольник. Вот. То есть, мы изначально, смотря на программу, можем сказать, что будет рисоваться правильный многоугольник. Так, теперь по поводу, вот почему у меня здесь написано, нам этот метод не подойдет. Ну, потому что вот когда я впервые в прошлом году увидела это задание, где мы в версии, я взяла действительно квадратный листочек бумаги, нарисовала этот треугольник без всякого транспортира, потому что вообще-то делить, рисовать угол там в 30 градусов вы все умеете, да, надеюсь, вы все умеете его рисовать. То есть, что нам надо сделать? Нам надо на клетчатой бумаге, вот давайте я попробую даже это показать, наверное, это будет даже полезно, потому что, я не знаю, можно ли на математику носить транспортир. То есть, я вот беру клетчатое какое-то поле, транспортир в клеточку. Я, конечно, квадратные эти квадратики нарисовала очень неровными. Но если я беру и отмечаю вот здесь вот внизу 3 клеточки, а вверху 2 клеточки, то я получаю вполне определенный треугольник, у которого вот этот угол будет 60 градусов, а этот угол будет 30 градусов. Ну, а угол 45 градусов вообще вот легко получить, да, это диагональ квадратика. Это 45. Если знать, ну, вам учитель математики рассказал такие хитрости, то на самом деле очень легко строить такие треугольники. Вот. Но не в этом дело. Я вот рисовала эту фигуру, начала считать точки, и в принципе не совпало с ответом. Почему? Ну, первое мое открытие было за всю свою жизнь. Не знала, что в тетрадочке в клеточку оказывается клеточки не квадратные. Я потом их просто взяла, вот этим специальным измерителем померила, и они действительно не квадратные, они высоту больше, чем ширину. Это первое мое открытие, неприятное крайнее открытие. Где я ошиблась? А ошиблась я вот на тех точках, которые вот рядом с границей находятся. Ведь непонятно, они на границе находятся или рядом. Поэтому вот метод рисования на клетчатой бумаге, это метод очень нехороший в том плане, что он просто вот прямо рядом с ошибкой находится. Тогда где же нам искать решение несчастным людям, которые вот будут решать это задание? А решение, конечно, в ее величестве математики. Надо подзаняться математикой. Ну, во-первых, давайте все поймем про правильные н-угольники. То, что я проговорила вот еще раз в формулах. То есть у нас есть некоторый угол гамма поворота черепахи в градусах, который будет находиться как, ну, вот находиться в таком соотношении. То есть н-кратно повторенный угол гамма составляет 360 градусов. Таким образом, мы можем изначально посчитать, скольки угольник мы с вами строим, какую правильную фигуру мы с вами строим. Ну, и по сути дела мы получаем угол наклона какой-то прямой по отношению к оси Х. Каждая сторона многоугольника – это прямая линия, которая строится вот по такой формуле. И мы знаем, что К – это тангенс угла наклона нашей прямой линии по отношению к оси ординат. И вот, пользуясь этой идеей, можно построить математическое решение нашей задачи. Одно но. Углы, которые используются в тригонометрических функциях Питона, они рассчитываются в радианах. Поэтому нам нужно будет то значение, которое дается задание, переводить в радианах. Для этого приходится вызывать модуль математика. Ну, и в этом модуле вызвать тригонометрическую функцию. Нам нужен тангенс и радиан. То есть функция, которая градусную меру переведет в радианную меру. Вот. Ну, а дальше просто все очень… Вы помните, да, что наши черепаха… Давайте еще раз вернусь. Все-таки к постановке задачи. Так, темным быстрее. Вот, к постановке задачи. То есть вперед 10, направо 120. И семь раз все это дело повторяется у нас. Поэтому программа будет выглядеть вот как. К – это счетчик, количество точек, которые нас интересуют. Мы будем, ну, словно бы, сканировать нашу плоскость точками, абциссами нашей. Точка на плоскости имеет две координаты. Абциссу и ординату. То есть мы вот абциссу и ординату будем менять в диапазоне 10 значений. Да, вот. И проверять, если у больше тангенса, умноженного на х тангенса от 30 умноженного на х и у меньше минус тангенс в радианах умноженное на х, тоже 30 умноженное на х, и плюс 10. В этом случае, значит, наша точка находится внутри той области, которую мы с вами ищем. И, собственно говоря, мы счетчик увеличиваем и дальше у нас ка совершенно спокойно выводится. Так, теперь давайте разберемся, где наши самые тангенсы находятся. Я снова возвращаюсь к этой картинке. И давайте все лишнее я все-таки сотру. Сейчас... Ну, а теперь давайте разбираться. Вот у нас прямая, прямая она вот таким образом расположена, и коэффициент, ну, то есть тангенс угла наклона или коэффициент k в уравнении прямой. Вот, он у нас положительный. Вот у нас тангенс вот этого угла будет браться. Если это равносторонний треугольник, вот этот угол в 60 градусов, это, соответственно, угол в 30 градусов. y у нас больше этих значений, поэтому у нас здесь в программе и стоит y больше этого значения. То есть коэффициент вот этого, умноженного на x. Теперь смотрим на эту прямую. Где у нас здесь соответствующий уголочек находится? Так. Вот у нас этот уголок находится. И прямая у нас идет вниз. Значит, коэффициент k, он имеет отрицательное значение. Более того, вся прямая поднята на досью x на 10. Поэтому и получается вот такая форму. Это совершенно четкое математическое решение, которое позволяет нам получить целочисленные значения. Ну, собственно говоря, то, что и требуется. Ну, давайте посмотрим, как работает эта программа. И работает быстро. Мы получили 38 значений. Программа. Ну, и если посчитать на самом деле вот эти точки на этом слайде, их действительно 38. Я не буду сейчас этим заниматься, не буду на это время тратить. Так. Я уже думаю, что многие из вас нахмурились очень серьезно, потому что надо серьезно заниматься математикой. Это хорошо, когда у нас треугольник. Более того, треугольник не отклоненный от оси ординат. Следовательно, одна сторона этого треугольника просто лежит на оси ординат. Нам надо посчитать уравнение двух прямых. А если мы будем рисовать шестиугольник, пятиугольник, то вы понимаете, что математическая задачка становится намного сложнее. Поэтому нам постараться найти какой-то метод, которого математику мы любим. Мы постараемся найти какой-нибудь метод, который позволяет заставить математикой и заниматься программой. То есть написать программу каким-то средством, которое позволяет это нам сделать. И такое средство есть. Дело в том, что в питоне есть модуль, который называется черепаха. Это, видимо, в дань то есть лого-райтер, которое, может быть, тех людей, которые создавали потом питон, обучало в свое время раннему программированию. Вот этот модуль, он встроен в питон. Он есть в любой версии питона. И в этом модуле есть команды, которые позволят решить нам нашу задачу. Для того, чтобы этот модуль вызвать, лучше вызывать его следующим образом. Ну, словно бы, вызывая все функции, которые у нас есть в этом модуле. Вот здесь перечислены некоторые функции из этого модуля. Их на самом деле больше. Но это те, которые нам могут понадобиться для решения задач. Итак, функция А поднимает перо. То есть это когда нам нужно, чтобы черепаха проходила по полю, но след не оставляла. Функция Даун опускает перо. То есть если перо было поднято, надо его опустить, чтобы картинку мы видели, то, которое будет рисовать черепаха, чтобы след мы видели. Можно установить толщину пера. Можно переместить перо в точку с координатами x, y. И, наконец, команды, которые прямо из нашего задания. Команда форвард, команда бэкут. Кстати говоря, все команды, ой, большинство, не все, большинство команд можно отдавать краткими написаниями. Например, вот эту команду можно отдать как fd, эту bk, то есть bk имеется в виду. Вот. То есть это соответствует той команде, которая в нашем задании есть. То есть черепаха идет вперед в сторону направления, куда смотрит голова, назад в противоположном направлении от головы. Так. У нас есть два поворота right и left. Тоже можно отдавать короткую команду rt и lt. И понятно, что здесь совершается поворот направо-налево, соответственно. еще есть команда. Команда dot позволяет нарисовать точку в текущей позиции черепахи. Причем мы можем установить размер точки и ее цвет. Если вы размер не указываете и цвет не указываете, по умолчанию размер будет в один пиксель. Это очень маленький, маленький размер. и цвет будет черный. Ну, иногда нужна вот эта функция, которая задерживает окно, в котором нарисован графический объект. Ну, как правило, вот, например, в старших версиях питона это даже не требуется. Те команды, которые нам понадобятся для решения задачи. Ну, и тогда наша программа будет вот так вот выглядеть. Ну, поясню эту программу поподробнее, остальные так подробно объяснять не буду. Первая неприятность, которая нас ожидает. Помним, да, что у нас по задаче черепашка изначально стоит вот где-то в центре поля и смотрит строго вверх, на север. А вот в блоке питоновском черепаха смотрит направо. То есть, смотрит направление оси абсцисс. Поэтому наша программа всегда будет начинаться с командой Лев 90. Чтоб не запутаться в поворотах и вот прямо смотрим в том же направлении, в котором требуется по заданию. Дальше. Вот этот цикл, вот этот цикл. А, да, еще один момент. Поскольку расстояние, которыми пользуется черепаха, очень маленькие, лучше работать в масштабе. То есть, вот К это масштаб. То есть, мы говорим, что вот мы вот увеличиваем все в 30 раз. дальше. Вот это повторение того цикла, который есть в задании. Пожалуйста, вперед на К. вперед на 10 и повернуться направо на 120 гонекса. Вот мы нарисовали наш треугольник. После этого мы поднимаем перо и рисуем оси координат. Ну, то есть, как бы вот здесь мы их рисуем, но мы их рисуем словно бы мысленно. То есть, мы заставляем изменять значение микс и у какой-то текущей точки, координаты этой точки вот в пределах этого цикла, чтобы покрыть наш треугольник такой сеткой. Дальше мы в эти координаты перемещаем нашу точку и действительно визуально рисуем точку. Вот перемещение оно будет без всякого следа производиться, а точку мы должны видеть. То есть, на самом деле мы словно бы сетку из точек накидываем на наш треугольник. Ну и, собственно говоря, все. Вот такая программа. Сейчас давайте посмотрим, как она работает. Вот так работает. эти точки мелкие. Я смотрю на то, что масштаб достаточно большой. А, ну у меня еще, я еще саму точку, наверное, не увеличила. Сейчас мы поэкспериментируем. То есть, треугольник был бы еще меньше и мы бы не разглядели, как там точки у нас располагаются. Здесь сейчас вот очень удобно будет расшириваться. Немножечко наш треугольник, поэтому стало виднее. Сама точка у меня здесь маленькая. Она вот всего 2 пикселя. Почему я так сделала? Потому что есть проблемные точки. Вот видите, вот эта точка, вот эта точка, а Бог его знает, она находится на прямой или на границе и тогда ее считать не надо или рядом с границей. Вот я уменьшила до тех размеров, когда вот я убедилась в том, что вот эти точки не находятся на границе. Ну а дальше останется просто вот посчитать это. Вот такое решение. Посмотрите. Да, рекомендую, конечно, подключать модуль черепаха полностью, то есть со звездой с помощью команды from. Почему? Если мы так не сделаем, придется перечислять все команды, которые из модуля нам понадобятся. Их может быть много. Это первое. И все команды придется писать с префиксом. То есть команды будут длиннее. Если есть возможность писать более короткую программу, надо писать более короткую программу. И еще один момент. Обратите внимание, вот здесь у меня в программе, в отличие от программы, которая есть в презентации, сейчас я поведу и то, и другое, на месте. Чтобы вы обратили на это внимание, посмотрите, здесь поворот, количество повторений 7, как в задании. А здесь я сделала количество повторений 3. Почему? Ну, мне зачем 7 раз так крутиться по одному и тому же треугольнику? У меня же треугольник уже нарисуется, если я 3 раза выполню эту команду. ну, давайте вот сейчас я поставлю 7. Тут тоже эксперимент. Этот проведу, чтобы вы видели, что, в принципе, это нам не нужно. просто черепаха начинает бегать по сторонам этого треугольника. Дальше получается все то, что я получала. то есть зачем ждать, тратить время на то, те действия, которые никак не сказываются на нашем решении. То есть думать по поводу того, что вы просто переводите бездомно вашу программу из задания на язык питон, ну, вот не прокатывает это. Лучше думать все-таки. и как-то оптимизировать текст программы. Думать всегда полезно. Так, ну вот. Вот такая у нас история. Мне кажется, с помощью вот этого модуля писать эту программу несложно. Все было бы здорово, если бы не было второго задания на эту тему. Дело в том, что в демоверсии задание номер 6 присутствует в двух вариантах. И вот это второй вариант. Более того, я вам скажу, что этот вариант как раз тот, который был в прошлом году у ребят на экзамене. Вот я не буду все вот это читать по той простой причине, что это описание нашего исполнителя, оно точно такое же, как и в том варианте было. Нас интересует вот эта часть. Какое задание? Видите, черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм. Вот видите, она куда-то сходила, что-то нарисовала, потом подняла хвост, потом пошла где-то, побродила снова по полю, опустила хвост и еще что-то нарисовала. Определите, сколько точек с целочисленными координатами будет находиться внутри пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения. то есть крайне внимательно прочитали задание. Нам подсказали, что здесь есть фигуры. Эти фигуры у нас пересекаются. Давайте посмотрим, какие фигуры. Вот что здесь у нас есть. У нас есть здесь два поворота налево, ой, направо на 90 градусов и рисуются какие-то отрезки. Мы понимаем, что дважды повторяется это значит у нас дважды повторяется этот отрезок, дважды повторяется этот отрезок, а поворот у нас на 90 градусов. Ну, понятно, что рисуется прямоугольник. Затем черепаха куда-то отошла от этого прямоугольника, то есть она повернула направо, прошла вперед, потом повернула налево и рисуется по сути дела еще один прямоугольник. То есть прямоугольник один накладывается на другой прямоугольник. Мы даже можем сказать, что первый прямоугольник меньше, чем 2 эти стороны здесь больше но поскольку у нас никаких тут хитрых поворотов нет то вообще-то эту задачку как раз можно решить на листе бумаги но мы ее решать на листе бумаги не будем мы ее запрограммируем так единственно что программировать на слайда не стала переносить программ программа длинная все равно не видно было на слайде поэтому сразу с питоном будем смотреть текст этой программы 3 получается на слайде ну очень неаккуратно разместился пусть мы поступаем точно так же как вот этой задачи только обратите внимание я еще добавила команду спид то есть видели да что черепах достаточно медленно передвигается можно добавить команду скорость которая позволит черепашки немножко побыстрее работать так первый цикл рисует один прямоугольник затем выполняются те команды которые черепаху папа по программе которых задание есть куда-то там переводят рисуется второй прямоугольник ну и затем мы эти прямоугольники покрываем сеткой из точек чтобы посчитать эти точки эти внимание что даже один большой прямоугольник даже не входит в наш рисунок для нас это не страшно мы можем читать я не могу пока это делать только прорисовка идет все отлично у нас прямоугольники вот здесь в данной ситуации без каких-то хитрых поворотов очень аккуратно пересекаются поэтому мы можем просто посчитать сколько у нас точек вот здесь по вертикали сколько точек у нас по горизонтали перемножить эти значения и получить ответ то есть раз два три четыре пять шесть семь восемь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 то есть 8 на 16 получается что 8 на вот такое решение смотрите смотрите пошли дальше теперь у нас вот такая задача первое что мы делаем уже поняли должны понять какой фигуру рисует наш исполнитель вот ведь у нас разбитый поворот то есть сначала не на 36 градусов наш черепах потом еще раз на 36 если мы вместе сложим эти повороты это получается в одном теле цикла то есть складывать можно получается 72 если мы триста шестьдесят поделены на 72 нас получается что черепаха получается 5 наш черепаха рисует пятиугольник а как вы догадываетесь в рисовании пятиугольника у нас целых пять сторон на поэтому программа у нас будет такая такая ну тут тоже под тем же принципов построенная и мы понимаем что тоже вот здесь вот раньше не обязательно выполнять 6 нас достаточно всего пять раз делать вот здесь ну посмотрите что дайте посмотрю выполнение на выполнение наверно будет удобнее и это так это прорисовать то есть у нас прорисовка вот этих точек идет сначала внизу с такими координаторами потом вверху можно было соединить эти два цикла сделать расстояние здесь сделай скажем от минус x умноженное на к до y умноженное на к я был бы тогда один цикл ну и еще один момент вот этот range 16 тоже не обязательно было выполнять можно было один раз как бы 5 раз только сделать повторение пятиугольник уже бы нарисовался ну а в целом просто здесь вот повторено то что есть в самом задании если говорить о решении этого задания математическом то здесь нужны уже очень большая любовь к математике прежде всего и конечно же владение инструментарием математики потому что у нас прямых которые нас нам придется строить будет целых четыре штуки нет показываю конечно это решение но я сильно подозреваю что на экзамене лучше бы это решение не делать то что риск ошибиться в расчетах построениях очень высокий и времени можно потратить много нужно писать чтобы написать программу которая вот в модуле черепаха выполняет вычисления о не вычисления построение этой фигуры и на программу много времени не потратите черепаха и слишком много времени потратят на то чтобы выполнить это вот здесь это вполне возможно такая ситуация что чтобы построить на листе бумаги вот эти уравнения придется потратить время но теоретически это возможно и конечно же преимущество этой программы тоже есть она сама за нас сосчитает количество точек потому что задачка то ведь у нас не нарисовать эту фигуру посчитать количество точек черепашем варианте эти точки приходится считать вручную все точки посчитаны пожалуйста 31 . там надо было просто пальчиком считать все точки но я думаю что это невелика оплата посчитать пальчиком эти точки потом программу писать проще хотя я еще раз говорю я люблю тех кто любит математику математику любить надо вообще математическое решение она увидите все за нас делает но это решение получить на вот ну и наконец еще один неприятный момент вот сергей крылов сборник который каждый год которого каждый год издается это тот сборник по которому имеет смысл готовиться к экзамену по информатике что в девятом классе что в одиннадцатом классе потому что сергей крылов это председатель комиссии которая создает экзаменационные материалы что для лога что двигали не могу сказать что он сочиняет абсолютно все задания которые есть это нереально это делает большая команда педагогов потом еще большая команда перепроверяет эти задания чтобы не минимизировать количество ошибок которые будут на экзамене но он возглавляет эту команду и вот в прошлом году в сборник да и в этом году тоже у сборника крылова для подготовка к экзамену еще обратите внимание если вы покупаете эти сборники то там первая фамилина должна быть сергей крылов там обычно он в соавторстве с кем-то эти сборники создает и сверху обязательно должны быть четыре заветные буквы фипи то есть только по этим сборниками имеет смысл заниматься ну а дальше там понятно что интернет ресурс на у нас тоже мы знаем куда ходить да это конечно сайт полякова и очень хороший сайт который соратники полякова же и организовали который называется к и г там очень много разборов там задания разбиты на части базовые повышенные очень сложный поэтому проверять себя можно как раз по этим заданиями там хорошие разборы ну решу и г тоже неплохой ресурс но количество ошибок там больше нежели чем вот в тех ресурсах которые я перечислила вот помимо сборника крылова есть еще и вот эти ресурсы нас мы сейчас у нас еще есть яндекс ресурс яндекс учебник где там даже есть искусственный интеллект который с вами может заниматься отвечать на ваши вопросы но там пока еще не весь блок заданий реализовывать все растет наполняется содержанием искусственный интеллект скоро будет и 27 задача тоже решать и так вот такая задача в чем здесь проблема вот если визуально на все это дело посмотреть мы понимаем что черепаха на какие-то большие расстояния проходит и что-то здесь достаточно большое рисует и точек получается в результате очень много вот их получается в каких-то заданиях сотни в каких-то заданиях даже тысячи и вот такой вариант точек просто пальчиком вводя по листу бумаги сочетать трудно поэтому есть еще одно решение я вам сейчас его покажу прямо на программе потому что его на слайд точно не перенесешь программа большая в четвертом варианте сборник крылова есть такое задание здесь приходится использовать больше ресурсов блока черепаха а именно мы будем еще и закрашивать нашу фигуру с тем чтобы можно было потом использоваться пользоваться ресурсом то есть стандартной команды которая будет находить пересечения нашей фигуры со свойствами холста если эти пересечения но сравнивать их со свойствами холста если эти пересечения не нулевые пересечения происходит в том цвете которым закрашена область нашей фигуры то эти точки надо считать то есть смысл такой теперь конкретно по программе мы сейчас устанавливаем два цвета черный и красный задавать цвета можно числами можно словами черный цвет это цвет для прорисовки линий красный цвет это цвет для заливка дело в том что те фигуры которые рисуют черепаха можно заливать цветом цветов не так много всего 16 вот и принцип заливки такой же как в любом графическом редакторе в растровом то есть нам надо построить замкнутую линию это замкнутая линия должна быть действительно реально замкнутая никакой дырочки не должно быть если там будет дырочка хотя бы в один пиксель краска будет проливаться на весь холст у нас рисуют правильные многоугольники следовательно наши контуры точно замкнуты поэтому эту проблему решать ну это не проблема обратите внимание масштаб маленький потому что точек будет очень много ну left 90 потому что у нас направление по заданиям не совпадает с направлением черепахи в питоне поэтому мы сразу черепашку нужное направление развернули и вот теперь посмотрите там у нас в задании есть вот эти команды вперед направо и вперед еще раз направо я их закомментировал давайте сначала раскомментируем их чтобы потом показать почему я не скомментировал изначально должно быть вот так это перевод команд из задания команды черепахи питона дальше мы отдаем команду которая говорит что мы включаем закрашивание области ну дальше собственно говоря мы реализуем прорисовку нашей фигуры и мы заканчиваем рисование вот сейчас нас будет не просто фигура нарисована будет еще нарисована но мы видим что фигура у нас прямоугольник и мы не просто ее будем контуром чего черным рисовать а еще внутренности нашей фигура будет закрашена красным цветом у нас такая фигура будет а вот дальше начинается самое интересное мы будем использовать стандартную функцию которая определяет свойства холста черепахи то есть каким цветом рисуются каким цветом заливается вот эти свойства будут находиться у нас сейчас в переменной канвас cnt это количество точек которые мы собираемся считать ну дальше стандартно мы используем две переменных для того чтобы перебирать возможные координаты точек которые мы собираемся рисовать и обратите внимание сейчас эти точки у нас еще и будут не просто вот они от такой-то точки до такой-то . еще и с масштабом будут шагом определенном вот дальше мы должны сделать самое такое необычное да мы должны определить пересечения между объектами то есть мы будем смотреть вот эту функцию надо просто выучить то есть эта функция создает множество в котором будут находиться точки пересечения на пересечении мы тоже будем смотреть не все мы будем смотреть ну то есть на самом-то деле можно было смотреть пересечение фигуры нашей с какой-то другой фигуры мы тоже это делаем на наши фигуры весьма своеобразная ответе написано у нас xy xy по сути дела у нас не фигуры здесь а . у нас вырожденная фигура которая вырадилась до одной точки чтобы нарисовать любую фигуру в графическом редакторе напоминаю вам теорию по графическим редакторам то по сути дела вот все размеры геометрические плоскостных фигур определяются диагональю которая идет из левого угла в левого верхнего угла в правый нижний ну ведь не каждая фигура у нас имеет прямоуголь прямоугольный ну как бы вид прямоугольника бывает окружность у нас бывает более хитрые какие-то фигуры но вся проблема что все геометрические размеры любой фигуры они считаются по фигуре которая словно бы мысленно провела проведена над нашей фигуры а это как раз прямоугольник вот именно эти размеры имеются ввиду а мы эти размеры вообще выродил для до одной точки а дальше мы проверяем здесь вот у нас будет множество всех пересечений и во первых если это множество не пустое и его длина равняется единице и в нулевом сегменте этого множества находится пятерка а значит мы пересеклись по красному цвету то мы увеличиваем количество точек куда обратите пожалуйста внимание что здесь цвет я вынуждена писать константы цвет красный это цвет 5 вот это тоже желательно конечно почитать побольше про модуль черепаха посмотреть на эти команды чтобы осознать еще что не что не обозначают но более подробно краткое занятие не позволяет более подробно это объяснить и объясняю что я программа что в программе здесь сделаны в частности вот например обозначение цветов для наших целей по сути чем запомнить два цвета у каких-нибудь выбраны белый черный красный хотя можно было наверное взять и другие и так еще раз самая такая хитрая часть вот мы перебираем все возможные значения координат наших точек шагом м дальше мы строим множество в котором будет указываться точки пересечений которые вот мы здесь перебираем с точками наших фигур нашей фигуры смотрим если это множество оказалось не пустыми длина у него единица и в нулевом сегменте там записывается цвет пересечений там находится пятерка тогда мы увеличиваем количество шагов количество точек ну и программа работает на самом деле третье у нас прямоугольник там еще где-то далеко сейчас далеко находится это тоже можно исправить на самом деле все подтягивается в любом случае вот видите да вот вот но самое это приятное в этой ситуации что наша программа нам выдает значение это значение могут здесь вот 588 точек ручками это сочетать но просто невозможно теперь почему я убирала команды ну потому что если посмотреть внимательно мы видим что здесь вот у нас черепаха ходит под углом 90 градусов то есть там вот просто куда-то перемещается и возвращается по сути дела в то же направлении поэтому меня из всего того что было написано в задании интересует этот угол на 45 градусов это важно то есть нельзя считать количество точек у не учитывая вот этот угол поворота отличная 90 градусов поэтому совершенно спокойно вот эти команды можно закомментировать на результат это никак не сказывается рисунок будет поприятнее где нас прямоугольник оказался бы здесь вот все это быстро прорисовалась нас интересует не это нас интересует где будут выведены со считанные точки вот смотрите что у нас получается у нас получается что графическая часть нашего исполнителя в отдельного окне выводится а та часть где мы получаем текстовые решения но получается в обычном для наших у нас окне вот интерпретатор выдает здесь вот такой результат тоже еще интересный момент наш исполнитель может работать с графикой но для этого приходится запускать отдельное окно вот такое решение мы посмотрели математическое решение мы посмотрели решение с помощью базовых команд модуля черепаха более сложное решение но она не даром строится настроиться для тех случаев когда у нас количество точек какой-то просто большое очень большой очень понятно зачем конечно сергей крылов добавил такие задания для тренировки реальная прям как-то впервые мы такое увидели я подумал господи неужели у детей на экзамене будет такой на экзамене было вполне благоразумное значит количество точек которые вот можно было стандартными методами блока черепаха прорисовать эти эти фигуры ручками а потом просто посчитать количество точек но знать вот эти возможности конечно тоже полезно так сегодня мы с вами расстаемся надеюсь что вы еще можете посмотреть еще раз посмотрите вот эти решения и надеюсь что вы задание которые будут даны после этого занятия тоже успешно прорешаете всего доброго и и